Я неплохо говорю по-русски, и люди меня часто спрашивают, сколько времени мне понадобилось до того, как я мог хорошо говорить по-русски. На самом деле, мой прогресс можно было определить на трёх разных уровнях. И в этом видео я вам покажу, сколько времени мне понадобилось на каждый уровень. Я начал изучать русский язык в начале 2016 года, потому что я встретил хорошую русскую девушку в университете. Через несколько месяцев после знакомства она пригласила меня поехать с ней в Россию, чтобы познакомиться с её родителями. Я тогда уже чуть-чуть начал изучать русский язык, потому что через неё я узнал, что русская культура интересная. Но после того, как я купил билеты в Москву, я начал более серьёзно изучать русский язык, потому что я знал, что в России уровень английского языка не очень высокий, и надо было хотя бы чуть-чуть говорить. И когда мы были в Москве, я понял, что я уже могу общаться с людьми. Это значит, что первый уровень, то есть начинающий уровень у меня длился несколько месяцев. За это время я, наверное, выучил около 500 слов, понял, как изменяют свои глаголы, и понял, в общем, как работает падежи, но ещё часто ошибся в них. Второй уровень, который можно назвать средним уровнем, длился подольше. После того, как я вернулся в Голландию из Москвы, я продолжал учить русский язык. К сожалению, тогда наши отношения стали на расстоянии, потому что у нас возникли проблемы с визой. Но я всё-таки дома ежедневно практиковал русский язык, и мы с моей девушкой ждали момент, когда она наконец-то сможет жить со мной в Голландии. После одного года отношений на расстоянии и много практики русского языка, мы начали жить вместе, и тогда я уже вскоре добился среднего уровня. Я хорошо помню, как мы сидели в поезде после того, как встретили друзей моей девушки из Москвы в аэропорту. Только через пять минут разговора по-русски я понял, что я говорю на иностранном языке. И до того момента мне казалось, что мы просто говорили. И этот момент я считаю ключевым, потому что я понял, что я могу нормально говорить по-русски, и люди меня прекрасно понимают. И у меня больше не было ощущения, что русский для меня иностранный язык. Наверное, в тот момент я знал около 1500 слов, и я понимаю все подержи, и мог нормально менять глаголы. Это значит, что я достиг этого довольно свободного уровня в меньше, чем за два года изучения русского языка. Еще есть третий уровень, и на этом уровне я чувствовал, что я просто нормально, свободно разговариваю по-русски. Мне сложно обозначить конкретный момент, когда я достиг третьего уровня. Но, наверное, где-то после четырех лет изучения русского языка. Сейчас я могу практически обо всех темах говорить по-русски. И в данный момент я знаю всю русскую грамматику, которая часто используется в речи, и знаю достаточно слов, чтобы свободно выразиться. Если вы сейчас услышите мою историю, и вам кажется, что несколько лет до того, как хорошо говорить по-русски, это многовато, тогда не бойтесь. Потому что я чувствовал себя уже довольно комфортно в общении после нескольких месяцев. Конечно, было очень много слов, которых я не знал, и я еще часто ошибался в грамматике. Но это не сильно препятствовало моему общению с носителями русского языка. Наверное, потому что я пытался говорить с самого начала. И я понял, что все только будет лучше, если я ежедневно практикуюсь. И я тоже хочу, чтобы вы это понимали и почувствовали. Первые месяцы изучения русского языка, наверное, будут самыми сложными. Потому что у вас слишком маленький словарный запас, чтобы нормально общаться. Также, к сожалению, в русском языке вся сложная грамматика нужна в начале. Но после того, как вы пройдете первый уровень, все только будет лучше, потому что вы тогда поймете основы языка и уже сможете разговаривать с носителями. Это значит, чтобы потом пойти на второй уровень, вам в основном нужно просто учить больше слов, работать над вашей грамматикой и часто говорить. Потом, чтобы перейти со второго уровня до третьего уровня, вам нужно много общаться и сосредоточиться, чтобы лучше понять все тонкости русского языка. Первый уровень самый сложный, но потом все будет легче. Поэтому старайтесь пройти эти первые месяцы успешно. Даже если вам кажется, что русский слишком сложный язык, просто продолжайте учить. Я долго думал о том, как можно делать процесс русского языка легче и создал программу, которая помогает вам добраться до уровня комфортного общения. Если вы хотите хорошо говорить по-русски, тогда переходите по ссылке в описании и подпишитесь на мою программу. Я вам помогу лучше говорить по-русски.